Продолжаем. Единственная в Архангельской области бюджетная спортивная школа по верховой езде буквально тонет в проблемах. Главный минус клуба – место расположения. В итоге детям, приезжающим на автобусе, приходится идти больше километра через неосвещенный, разбитый участок дороги. Какие варианты решений есть, разбирался Александр Богданович. Главный минус клуба Приходится около 20 минут идти пешком от остановки по разбитой неосвещенной дороге. Идти обратно далеко, страшно, ненормально. До остановки далеко. Хотелось бы, чтобы где-то поближе конюшня была? Ну да. Но ради своей любимицы Вальди, породы Орловский рысак, Катя старается приходить каждый день. И таких, как она, здесь еще более 50 детей. Спорткомплекс «Верховая езда» сегодня единственная в Архангельской области бюджетная спортивная школа, занимающаяся развитием конного спорта. Относимся к спортивной школе номер 6 с этого года. Вообще, сам комплекс основан в 1996 году, то есть ему в этом году уже будет 26 лет. Хотелось бы, чтобы дети не проходили полтора километра по темной неосвещенной дороге, да, особенно по осени, по весне, когда очень темно, ничего не видно. Конечно, хотелось бы, чтобы здесь у нас было место хорошо, где можно переодеться, позаниматься. Это учебные классы, это комната для хранения вещей, комната для хранения упряжек. То есть этого всего нам очень не хватает. Ну и сам Манеж тоже оставляет желать лучшего. То есть мы бы хотели хорошие культы, хорошее освещение, чтобы заниматься можно было в любое время года, в любое время дня. Решение проблемы предложили руководство клуба совместно с депутатом гордомы Иваном Воронцовым. Начали проводить какую работу? Работу проводить по поиску нового места, расположения и переноса данного конно-спортивного центра. Объехали разные территории, это и в Маймаксе, и в Соломбале, там был 14-й лесозавод, это Соломбальская территория. И нашли земельный участок прямо у Стеллы, район первых пятилеток. После был заказан проект планировки земельного участка размещением территории. Прошли все необходимые процедуры по согласованию с ресурсоснабжающими организациями на сегодняшний день. И на сегодняшний день, вот ждем во вторник, от проектировщика уже предварительные наброски проекта. Проекта нового центра конного спорта. Идею со сменой места прописки конного центра поддержал и депутат Государственной Думы Михаил Кисляков. То, что дети занимаются здесь, в конно-спортивной школе, бесплатно, 50 детей, это очень примечательно, поскольку у нас вообще этот спорт очень дорогостоящий. Там содержание лошадей и заготовка корма, ведь посмотрите на лошади, лошади вообще очень прекрасно выглядят, ребята с экипировкой. Ну, конечно, школа в неприглядном состоянии, прямо сказать, и дорога до нее ужасная. Конечно, необходимо и другое место, и другие здания удобные, комфортные, как для лошадей, так и для детей, чтобы они могли нормально переодеваться, заниматься, хранить свои амуниции, обувь. Это, конечно, необходимо помогать в любом случае, мы это будем делать. Предполагается, что именно сюда переедет конно-спортивный центр. Здесь расположится весь комплекс, учебные классы, манеж, далее там сеновал. Поля находятся в муниципальной собственности, территория больше пяти гектаров. А главное, подъезд будет удобный. От стеллы жилой район первых пятилеток всего 50 метров. После утверждения проекта предстоит поиск финансирования. Это также станет предметом совместной работы депутатов города и их коллег, в том числе в Государственной Думе. Александр Богданович, Ольга Красулина, Регион 29. Александр Богданович, Ольга Красулина, Регион 29.